Монастыри Монастыри являются важной частью культурного наследия и исторического богатства нашего народа. До революции в Российской империи было около 700 различных монастырей, в них проживает 30 тысяч человек. И если мы посмотрим по губерниям, в Московской губернии 32 монастыря, много монастырей было, в Новгородской губернии, в Владимирской губернии. Если мы обратимся к приходским книгам, оказывается, что в Алаамском монастыре в этот период проживало 300 человек монахов и послушников, а еще 200 рабочих. На настоящий день Русская православная церковь охватывает 804 монастыря. Если мы вспоминаем историю возникновения монастырей на Руси, можно назвать Юрьев монастырь, который был построен по инициативе Ярослава Мудрого. Если обратиться к нашей теме, при Дмитрии Донском появляется Высоцкий монастырь, Борисоглебский монастырь, а после Куликовской битвы появляется Николу Угрышевский монастырь, а также Бобренев монастырь. В средние века появляется такая традиция. Перед смертью крупные бояре, князья передают часть своих земель монастыря, поэтому монастыри постепенно становятся очень крупными землепользователями. Интересно, что такая же ситуация складывается и в Западной Европе, поэтому можем говорить, что монастыри становятся самостоятельными хозяйственными единицами. Обратите внимание, даже сегодня монастыри привлекают туристов, и часто это бывает потому, что монастыри находятся в очень красивых местах нашей Родины. Там, где и глубокие реки, там, где и густые леса. Конечно, это все помогает хозяйственной деятельности монастырей. Чем же занимаются в монастырях? Сеют, пашут, и, конечно же, занимаются огородничеством и садоводством. Нередко было, когда на всероссийских ярмарках именно монастыри занимают первые места со своей продукцией. Что же они выращивали? Например, это были великолепные яблоки и вкуснейшие груши. Но, когда мы говорим о монастырской трапезе, о монастырской кухне, то нужно употреблять в большей степени слово не еда, а пища. Почему? Когда мы говорим пища, то мы можем говорить пища духовная и пища телесная. Если мы говорим о системе питания в монастырях, то цель не утоление голода, не всегда это удовольствие в честь прихоти телесных, а чаще всего это удовлетворение голода именно ради существования, именно ради ведения активной собственной деятельности. Уже к XVI веку происходит разделение кухни. Есть у нас кухня сельская, деревенская, крестьянская, есть кухня царская и есть монастырская. Если мы говорим про монастырскую кухню, то она является прямым продолжением кухни русской. Поэтому все атрибуты русской кухни мы находим и в кухне монастырской. Но есть и свои особенности. Каковы же они? Здесь мы должны вспомнить, что весь стол религиозного православного человека делится на две части. Это стол постный и стол скоромный. Интересно, что по православному календарю от 192 дней до 216 дней каждый год являются днями постными. Мы можем назвать крупные посты. Это Петров пост, Рождественский пост, Успенский, конечно же, Великий пост. Но и в рамках каждой недели есть постные дни. Это среда, это тот день, когда Иуда совершил свое предательство, согласно Новому Завету. И это Пятница, когда был убит Спаситель Иисус Христос. Соответственно, и среда, и Пятница, это тоже постные дни. И все вот эти религиозные запреты очень сильно влияют на монастырскую трапезу. Соответственно, мясо вообще полностью запрещено есть в монастырях по уставу. И основа кухни – это овощи, это фрукты, это различные бобовые культуры, зерновые культуры. Получается, что список продуктов достаточно ограничен. И в этих узких рамках повара, которые появляются в монастырях, и должны были существовать. А нужно сказать, что первые повара в монастырях появляются уже в XI веке. Если мы читаем в Лаврентинскую летопись, то там написано, что в Киево-Печорской лавре была своя поварня, где как раз была уже узкая специализация, то есть были выделены люди, которые занимались приготовлением пищи. Монастырская кухня окружна определенным ореолом. Нам изначально кажется, что пища в монастырях полезная. Поэтому современная наша тенденция к старанию пищу употреблять правильную, умеренную, конечно же, это стремление буквально-таки иногда повторить монастырский стол. Поэтому в настоящий день очень пользуется большим популярностью кухня афонских монастырей. И многие представители той линии, которая связана со здоровым питанием, иногда пытаются буквально-таки дублировать эту пищу и способ приготовления этой пищи. Если мы конкретно обратимся к монастырской кухне, во-первых, нужно выделить, что в монастырской кухне присутствуют две трапезы. Это обед и это ужин. Обязательно каждая трапеза сопровождается молитвой. Без этого принятие пищи в монастырях невозможно. Если мы будем называть какие-то уже конкретные продукты и конкретные блюда. Конечно же, распространена рыба. Во-первых, потому что очень много постных дней, иногда даже рыбу нельзя. И, по сути дела, получается, что рыба – это один из немногих источников белка, которые появляются у человека, который живёт в монастыре, послушник или монах. Помимо этого, конечно же, это всевозможные первые блюда. Они могут быть сделаны и на основе рыбного бульона, и на основе овощного бульона. Это и щи, это рассольники, это такое интересное блюдо, которое может быть с использованием рыбы, но на огуречном рассоле – это колья, это и ботвинья, это и окрошки всевозможные. То есть мы видим это и как тёплые супы, так и холодные супы. Помимо этого, это запечённые овощи, это всевозможные злаковые культуры. Очень широко распространены в монастырях, в монастырской трапезе, кухне мучные изделия. Это всевозможные пироги, это всевозможные виды хлеба. Опять же, обращаем внимание, что злаковых культур выращивается на Руси очень много. Это рожа, это пшеница, это просы, это ячмень. И получается, каждая злаковая культура даёт свой вид муки и, соответственно, свой вид выпечки. И на основе этой муки могут быть и оладьи, и блины, и опять же хлеб, и пироги. И уже в данном случае, опять вспоминаем рыбу, которая может выступать не только как самостоятельный продукт, допустим, не только как основа для ухи, но рыба может становиться уже и начинкой. Точно так же начинкой могут становиться и какие-то производные от рыбы. Это, например, может быть визига, это может быть печень рыбья, и, конечно же, всевозможные овощиные начинки. Это и капуста, это и горох и так далее, и так далее. Эту линию можно продолжать. Конечно же, монастырская кухня не является исключением, когда мы вспоминаем о кашах. Всевозможные виды каши также готовятся и в монастырях. Причём это могут быть каши, как со всевозможными сладкими наполнителями, это могут быть ягоды, это может быть мёд. Точно так же это могут быть и не сладкие наполнители, это, например, те же самые грибы. И вообще грибы для монастырской кухни продукт очень важный. Грибов собирается много, и, конечно же, их и солят по-разному, каждый вид грибов обязательно отдельно. С ними варят и похлёбки, и, как я уже сказала, конечно же, грибы становятся начинками. Всевозможные напитки готовят в монастырях. Эти напитки славятся даже по сей день, и до сих пор есть любители поехать в монастырь и купить там, допустим, квас. Квасы производятся разные, точно так же варятся и морсы, и кисели, и, конечно же, даже спиртные напитки. Потому что в православии спиртные напитки не запрещены, а запрещено только то, к чему ведёт чрезмерное употребление спиртными напитками. Интересный вопрос. Почему вообще в монастырях нужно было готовить пищу? В монастырях кормили не только монахов и послушников. Каждый монастырь должен был всегда готов приютить паломников, которые приходят в этот монастырь. Поэтому, конечно же, старались пищи готовить в монастырях много. Если основное требование к этой пище – это умеренность, но мы вспоминаем, что в рамках религиозного календаря есть ещё и религиозные праздники. Это Пасха, Рождество, поэтому, конечно же, есть ещё и насыщенный праздничный стол. Когда готовят всевозможные Пасхи, когда пекут куличи, и когда и выпечка становится праздничной, особенной, и, конечно же, отличается от выпечки каждодневной. Рассказ о монастырской кухне мы закончим традиционным вопросом. В меню монастырской кухни есть такое блюдо – курица по-монастырски. Скажите, пожалуйста, сколько мы сегодня заплатим за курицу, если пожелаем приготовить это блюдо? Продолжение следует...